МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы на Думской ТВ. Продолжаем работать в прямом эфире. Обсуждаем покушение на замглаву Одесского облсовета Олега Городковского. У нас в гостях депутат Черноморского городского совета Василий Бугачук. Приветствуем вас, Василий. Напоминаю, что у нас работает голосование. Приурочено оно, конечно же, к этой теме. Покушение на замглавы облсовета. Три варианта ответа. Политическое противостояние, бизнес, разборки, хулиганство. Вот такие версии, по крайней мере, мы вам предлагаем. Голосуйте. И перед тем, как перейдем к этой теме, предлагаю услышать последние новости из Верховной Рады. От нашего корреспондента там находится Ксения Цивирко. Готова нам об этом рассказать. Ксюша, тебе слово. Депутаты активно обсуждают закон о реинтеграции Донбасса. Согласно нему, Россия впервые на документальном уровне признается агрессором. А режим АТО – оборонное государство. Но против этого законопроекта выступили под радой активисты национального корпуса свободы и правого сектора. Но на работу парламента это никак не повлияло. Сквозь толстые стены здания не слышно ни голосов, ни взрывов дымовых шашек. Сейчас депутату рассматривают 27 законопроектов, среди которых закон о кибербезопасности и электронных доверительных услугах. Передаю вам слово. Студия. Спасибо, Ксения. Ксения Цивирко – наш киевский корреспондент. Последние новости с Верховной Рады только что прозвучали. Возвращаемся к нашей топ-теме. Гость студии – Василий Бугайчук, депутат Черноморского городского совета. Ваша версия, почему это произошло? Вот пообщались с Анатолием Урбанским. Ну вот он не хотел бы видеть в этом всем политический контекст. Вы его видите? Ну, во-первых, я вернусь тогда к Анатолию Урбанскому и к его фракции и партии всеукраинской «Солидарность», как к бизнес-проекту. Так вот я вам хочу сказать, здесь действительно ситуация такова, что партия «Солидарность» была набрана на самом деле в основном либо с бывших регионалов, либо с бизнесменов. Мы знали, как формировались списки, мониторились по всей Украине люди, которые имеют какой-то личный рейтинг как бизнесмены, как работодатели, либо бывшие регионалы, которым надо было куда-то идти, и их жизнь – это всегда власть, это бюджет державный, который надо деребанить. А что касается Радковского, ну, в первую очередь, это человек, который потерял бизнес, именно реально потерял, его забрали нагло. Саша Стоматолог, Янукович, Ренат Ахметов, когда прошли выборы Юлии Владимировны, в 2010 году Юлию Владимировну посадили в тюрьму. И в это время, как говорится, все более проныристые бакевщиновцы начали сваливать. Я этот момент очень хорошо помню, я в партии с 2004 года, когда многие начали сорвать таблички в наших приемных, тогда Блоке Юлии Тимошенко назывался, начали, мне многие просили тоже, Василий, я был керевной громадских прием, Вася, мы с этого дня закрываемся, все остальное. Я говорю, вы закрывайтесь, я остаюсь членом партии и иду дальше. Потому Радковский как раз пошел дальше, потерял действительно очень много-много возможностей, которых он планировал еще воплотить в жизнь в далеких, там, 12-13 году. Ну, пришлось по некоторым действительно проектам, по жилому комплексу, в том числе Акапулько, которым вы задавали, я только что слышал вопрос Урбанскому, по которому можно было спокойно, так как Радковский действительно считает Урбанского больше, чем просто там, будем говорить, коллегу депутата, какие-то дружеские отношения там даже присутствовали, скорее всего, мне так казалось, потому что я, насколько митинговал в облсовете, приходил туда без разрешения и пытался там отстаивать права техникумов училищ, там было очень такие громкие движения, оползни по всей Одесской области. Ну, получается, ситуация такова, что как бы Радковский принимал позицию все-таки больше коалиционной. Но я сейчас услышал ответ не друга, не товарища, а просто человека, который просто промолчал. Так надо сказать открыто, какие бизнес-интересы? Бизнес-интересы нет. Давайте попробуем от вас получить конкретный ответ. Я отвечаю, по бизнесу не может быть никаких вопросов, Акапулько сдан в эксплуатацию жилой комплекс, и люди получили квартиры. А набережный квартал? Набережный квартал, приемные работают по всему городу, я контролирую работу депутатских звернаний, никаких депутатских звернаний по поводу того, что ваш председатель областной партии, плюс зампред, которые могут всегда прийти в областной совет и провести малейший митинг из двух бабушек, из трех бабушек, которые не получили. Ни разу на протяжении трех-пяти лет, сколько он уже на этой должности, нету таких моментов. Это правда, что Олег Радковский сегодня в долгах и больших долгах, и масса его недвижимости находится в залоге сегодня? Эту ситуацию я не могу комментировать. Я, хотя я был у него только что в больнице, я предупреждал, что я иду на эфир, и мне лучше говорить правду, потому что действительно даже Радковский знает, что я правдолюб. Я никогда, допустим, по политическим, многим партийным даже моментам, то есть я могу сказать, что я такой гвоздь, потому что не всегда я, да, будем бы так, создаю уют в областном совете, где он действительно является зампредом. Вы за долги не знаете? За долги не знаю, но понимаю одно, что я ему верю. Только что перед последней операцией, которую мы должны, при нейрохирургии мы общались, мы должны, вот в данный момент ему как раз оперируют, вытягивают, действительно опасная очень, между там нервами и всем остальным спинным мозгом удаляют эту пулю. Я задал вопрос по поводу, он не понимает, откуда растут уши, он не понимает ситуации, действительно, искренне я ему верю, потому что мне кажется, что если бы эти были долги, и реально он понимал, что какие-то поступают требования, возвраты этих долгов, то он бы понимал, откуда выстрел. То есть, не политические интриги, не бизнес-разборки, ну или конкретно Олег Радковский не может хотя бы направление указать, уже не говоря о людях, которые могли бы осуществлять это покушение. Я вам могу сказать, у меня свое мнение. Допустим, Радковский дороги не перекрывает. Перекрывает дорогу я, Радковский на меня влиять не может. Вы знаете, поселковый совет Тавировской, Селечной Рады, там очень громкий скандал по поводу, потому что вы понимаете, это Савиньон, это земля дорогущая, у нас мэр там от Батькевщины, главарей Совета, будем его называть. Ну, мэр я называю так по-старинному. Так вот, Хасан Гарунович Хасаев, непосредственно которого проплатили, будем говорить, политические силы, проплатили его снятие с него гражданства, у него паспорт, его признали недействительным, так как если паспорт признается недействительным главарей Совета, тогда с поселкового совета понятно, что будут перевыборы, и эта Таировская Селечная Рада должна была перейти на перевыборы, либо спуститься второму человеку, который занял результат. Вот такое я вам хочу сказать. Первая инстанция, вы не поверите, были митинги, вышла вся Таировская Селечная Рада, так как этот человек очень много сделал за этот короткий промежуток времени, вышли в первую инстанцию. Первая инстанция выходила на больничных, забирала скорой помощи, вы знаете, вы знаете. И вторая, услышьте меня, я вам говорю, это партия Баттевщина, Тротковский, мне однократно общались на эту тему, забирай своего Селечного голову оттуда. На выборах сейчас, которые проходят... Смотрите, Василий, я перебиваю вас намеренно, я задаю вопрос вам. Идут выборы, от Тротковского партии много зависит, у нас первое место. Олег Тротковский дает возможность понять, какое направление вообще выбрать, это политический привиток, но он вам не сказал. Я вам еще раз объясняю, идут выборы на носу. Мы сейчас не то что не сдаем, мы лидируем по всем ОТГ, если вы знаете, что такое объединенные территориальные громады, и рейтинг замерили, то последние все территориальные громады выиграли бы абсолютно мы все, кроме Ширяевской ОТГ, которую там есть такие товарищи, занимались подвозом и всякими грязными вещами. И они там сделали 20 депутатов. Я сейчас спрошу вас, что называется в лоб. Могли ваши соратники по партии, по Баттевщине, заказать Олега Росковского? Узнаю этих соратников. Учитывая атмосферу, довольно напряженную, не менее, возможно, напряженную, чем в оппозиционном блоке. Нет, если честно вам сказать, то вот как раз Срадковский, действительно, что сказал правду, Урбанский, это человек, который пытается дружить. Он не воюет, и тем более этих соратников, которые внутри... Возможно, что его нужно уступить? Ну, 600, который должен покрепче быть сейчас, может, поэтому... У них нет возможности. У нас, слава богу, в областном бюро партийном, у нас действительно оно бюро, а не просто какие-то там встречи, клубы, да, это бюро, где главы районов, где председатели партий. И у Радковского там все очень замечательно. Большинство, будем таки говорить, на его стороне. Все ценят то, что он не бросал Юлию Владимировну, когда ее засадили в тюрьму, а остался с ней. Вот это его... Василий, вы будете сотрудничать со следствием? Вы достаточно много сейчас озвучили в эфире, может быть... Я еще больше не озвучил. Я больше знаю немножко и догадываюсь, как происходила эта ситуация. Я буду готов сотрудничать со следствием. Более того, я даже... У вас есть подозреваемые конкретные? У меня есть сотрудники полиции, которым, будем таки говорить, информация, которая даже если не должна будет выйти на Радковского, на Тимошенко, там еще на Бучика, она выйдет. И мы эту информацию в любом случае дожмем и будем однозначно искать заказчиков. То есть у вас есть все-таки на примете люди, которые... Ну а кто это мог? Это все-таки бизнес-селитики, это политические... Вы должны прекрасно понимать. Конечно, еще раз говорю, что сейчас эти выборы объединенных территориальных громад, вы просто не представляете, насколько они важны. Вы о них не слышите, вы находитесь в Одессе, в городе. Слышим прекрасно. Не говорим здесь иногда, Василий. Не нужно говорить, что мы не знаем второй раз об этом. Мы прекрасно понимаем, что такое выборы территориальных громад. Осуществляли и на вас покушение. Чем закончилось? Кто-то получил наказание? Значит, я вам скажу ответственно, заявлю, что этот следователь, который за полтора года ни одного следственного действия не произвел, не производит, он даже поощряется. Потому что, когда я залетаю в истерику, потому что семья для меня это святое, и дочка у меня всегда перед глазами, и любой выстрел, хлопок, уже прошло полтора года для нее, это стресс. Я каждую неделю хожу к этому Иванько, следователю, пытаюсь его найти. Он у меня прячется, закрывается, по телефону хамит. Чуть ли не дошло до рукоприкладства, когда я сорвался уже один раз. Потому что никаких следственных действий не ведется. Никаких видеоматериалов, которые я просил и указывал, официально их изыми, которые я изымаю. А ты должен официально прийти, уже процедура, чтобы они были потом доказательством в суде. Более того, там поступила информация, что один человек осужденный, который уже тоже имеет причастие к этому, я прошу, займись, объедини это дело как-то. То есть человек абсолютно это все, будем таки говорить, сливает. И никакого наказания, ни служебного расследования, никакого там не получает изыскания за то, что он мое дело тянет. Если сейчас по делу о покушении на Олега Родковского по горячим следам не найдут ни исполнителей, ни заказчиков, не следует ли полагать, что судьба отдела будет похожа на вашу, на полтора, а то и больше, или он затянется? На самом деле, я вам хочу сказать, что вы же должны понимать, кто-то может там приписывать, вы правильно сказали, там еще какой-то квартал, еще что-то. Но этот обиженный инвестор, он бы никогда в жизни не продумал так грамотно и аккуратно в центре города проследить, во-первых. Во-вторых, там надо было знать, когда там разъедутся его гости. Гости были своими личными водителями. Там есть много вопросов у меня сразу появились, еще вчера ночью. Ну, еще были рейдерские конфликты, захваты земель в области. Вы согласны, что это сплетни, опять же, политические? Это Ширяевский район, где 21 депутат из 23, от партии «Солидарность». Я слышал, я читал все сплетни. Я читал такие сплетни грязные, что мне обидно за ваших коллег, которые реально как стервятники берут и запроплаченные, кроме вашего. Вы хоть там и бизнесмены указали в начале, а не политик, потому что он политик, я его читаю, больше в последнее время. Ну, в том числе и бизнесмен. Да, ну ничего страшного, вашему каналу простительно. А вот остальные, не хочу выражаться, в вашем эфире дал себе слово, больше не выражаться некрасиво, коллеги ваши некорректно себя ведут и не понимают то, что нельзя быть у человека от спинного мозга миллиметр прошли эти, будем так говорить, патроны. Все что угодно. Даже сайт ОВД написал, травматическое оружие. Ну, эти же люди-то, они профессионалы, они же знают, что такое травматическое или мелкокалиберное. Ну, это же надо понимать. Потому мне никогда не нравилось, когда люди пытаются и с мухи сделать слона, да, и слона-муху. Тоже так нельзя делать. У Олега Радковского была охрана? Нет. Ну, сейчас его охраняют, понятно, не была охрана. Нет, сейчас охраняют. Ребята стоят на входе, молодцы, спасибо им. Проверяли меня очень тщательно. Это меня радует. Но на самом деле мы тоже с вами прекрасно понимаем, что те люди, которые говорят, что Радковского хотели напугать, это неправда. Во-первых, выстрел был снизу, с открытой двери. Радковский стоял на бордюре, когда он вышел, да. Значит, я вам сразу говорю, что даже если следственное мне уже делать мероприятие, то рука с машины, она поднялась по-любому максимально выше. Может, когда сидит человек, считай, почти на бордюре, потому что машина и бордюр и Радковский два метра. И он стрелял, ему, поверьте мне, все почти жизненно важные органы. Он крутился, понятно, там попадало. Там ноги нет даже, там есть бедро возле паха. Потому я хочу сказать, что там ноги никто не пытался стрелять. Стреляли именно под сердце, стреляли именно за... Это профессионал стрелял? Это стрелял человек, который знал, что за ним стоит какая-то серьезная, будем так говорить, машина. Подождите, это профессиональный киллер или нет? Я думаю, что нет. Но не дешевый, ну, услышьте меня, но не дешевый, еще раз вам говорю, прохиндей, который какой-то инвестор обиженный, там, я не знаю, приехал пострелять Радковского, уехал. Сто процентов. Считайте, что в планах было убить Олега Радковского? Возможно, да. Но киллер недостаточно был профессионален, раз получилось так. Давайте мы пожелаем скорейшего выздоровления, когда он на ноги встанет. Есть у вас какие-то прогнозы? Вы знаете, что мне брат Радковский оказался не Янукович. Помните, когда яйцом кинули, да, в Янукович? Он так падал и терял сознание. Или когда он на Сировой был, все суды прошел, кстати, так тоже обидно. Подратил время, не уйму, да, и на Сировой сейчас опять уже кирует нами с вами. Поэтому я вам хочу сказать, что Радковский не падал, не заворачивается в одеяло, не крутится. Мне приятно это признавать. Я тоже говорю, неоднозначно всегда с ним у нас отношения, это правда. Но вот здесь мне стало за него искренне, будем таки говорить, я гордо выношу эту ситуацию, потому что он очень себя достойно ведет. Не падал, не крючился, не кричал, умираю. И сейчас на данный момент с такими тяжелыми, как нейрохирург мне сказал, в принципе, это не так все просто, как говорится, и как Радковский пытается хорохориться, но ведет себя очень достойно. Спасибо вам большое, Василий, что отреагировали на наше приглашение. Василий Бугачук, депутат Черноморского городского совета, был у нас в гостях. Небольшая пауза и возвращаемся в студию. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова